снова здорово господа на связи роман и канал фрисан games мы вернулись наконец-то в который теперь он будет часто если ты следишь за нашим сообществом то который джан у нас теперь будет достаточно часто так смотри я не а я же открыли избавился то есть лечить нам больше некому да ну пошли под уровень анклава у нас сейчас с тобой будет происходить посмотрим что здесь будет комментарии я прочитал подсказки туда-си сюда все конечно классно но я не всеми воспользуюсь почему потому что это извиняюсь конечно за выражение может это нагло но это мое прохождение соответственно так я вижу сад окей кто лай грек чё за грек чё за лайтовый грек муравьи что ли какие-то дай хоть на тебя посмотреть но это смесь муравья с каким-то говном не могу понять и что это но ладно так здесь у нас пульты 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 управления которые не работают а с них кстати что это остается пока ничего ладно давай закрытая дверь откройся пожалуйста упа дерево еще одна закрытая дверь так допустим еще лай греки хорошо давай мы этих греков сейчас почикаем почему бы не так где у меня сильная атака вот у я на карту взглянуть чуток куда мы с тобой пошли чтобы потом не заблудиться мы сейчас пройдем по правому краю потом по левому краю то есть мы с тобой обследуем вообще в принципе все я люблю походить в таких игрушках посмотреть поискать что-нибудь интересное возможно не очень мало ли что-то прикольное прячется кстати а наша бабища это немножко потихоньку погибает как тебя зовут я забыл прислужница да она потихоньку отправляется в небытие давай давай бау не дур вали этих тварей так сильный удар критический град ударов слушай ну они крепенькие достаточно таки это чё останки с него нет нет еще раз нет так я пойду сюда а кто-то интересненько уже так это я заберу пожалуй то мне пригодится блин может краю обратно вернуть мне не хочется честно говоря с ней ходить почему потому что она бесит своими нравоучениями там еще что-то она меня в принципе раздражает но она умеет хилять а это бабища сама себя хилять не умеет придется на нее тратить медпакеты а где взять что оба тут подожди отстань продвинутый медпак кликните на портрете а да окей туплю уже забыл сколько мы в котором с тобой не играли прямо давненько ведь ооо спокойно спокойно боевой стимулятор есть и здесь у нас что ой пацанам не поздоровилась чутка это кто их так лайк греки или голод так здесь мы прошли пойдемте дальше но они крепкие эти гадовые греки неплохо так коцают там был проход да там есть проход окей и зачем просто чтобы найти тупик непонятно ну да ладно я зашел гениально все просто чисто по кругу по шарове да лайк грек еще один так сразу нападаем вот так вот по красоте но их немного вот прикинь было бы их штук пять сразу мне кажется они бы одного из наших вынесли скорее всего послушницу она как-то более слабенькая но она не джедай тут джеда это в принципе нет это что руб сталкером так допустим что в тебе есть получено очков опыта получены предметы мертвый сталкер в смысле я чё должен с собой сталкера таскать груз 200 выкинь его нахер не дай бог мне за это еще дадут светлых очков я вообще херею что у нас по заданию то где-то а ты нашел тело одного из сталкеров которых ищет дарала а может выкинуть сказать что я ничего не нашел серьезно я смогу выкинуть все фильтр фильтр все все окей а а есть где неиспользованные нету так квесты инфопанель вот мертвый сталкер это тело мертвого сталкера звери мало что от него оставили на нем остались только а я его не могу выкинуть серьезно выкинь все пипец не надо было брать а может будет вариант спиздеть и сказать то что типа я нет я ничего не нашел я ничего не знаю как бы иди сама посмотрим ладно но я думаю в этой серии мы уже не успеем к ней дойти то есть мы сейчас будем здесь путешествует путешествовать но мне кажется не на одну серию опять же посмотрим ты рью сэл это что значит у хорош папа уровень получил так атрибутики фи сила ловкость ловкость конечно как как неловкость то ловкость нам нужно навыки компьютеры взрывчатка скрытость внимательность убеждения ремонт системы безопасности лечение так системы безопасности я качаю чтобы открывать было лучше а теперь пройдемся по способностям так иммунитет к силе а хорошо это у нас что а новейшие легкие брони так ношение точнее вот позволяет персонажа давать среднюю броню персонажи у которых это способности не могут носить среднюю броню а также более тяжелые дубуки и дроиды не могут быть а а если прям вот это носить тяжелую броню не обладает способными невозможно а мне нужна эта броня вообще в принципе то пока не знаю так давай пройдемся по второму уровню что мы можем с тобой изучить на втором уровне так закалка улучшена это понятно это тоже понятно это тоже а а где темная эта сторона не понял а то силы да 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 это я перепутал там силы это спасано так что мы хотим взять снайпер важен она за огнестрельным оружием не то скрытый бег на тренирован свои навыки скажется что он может двигаться проворно и тихо зачем зачем мне это восстановление становится развил скорость исцеления что позволяет ему быстрее восстанавливать свою жизненную силу вот это прикольно кстати подвижность срок тренировок персонаж увеличил улучшил реакцию скорость персонаж перемещается на 10 процентов зачем рукопашное оружие персонаж научился использовать с рукопашным оружием грацию скорость вместо грубой силы персонаж получает бонус ловкости или силы к шансу на успешный удар зависимости от того как какой параметр выше вот это кстати прикольно световой меч на начинку используются мечом город а понятно это световой меч двойной удар пистонас обладает улучшенными навыки командной атаки для победы на другом время на заместного нападения на врага вместе другим а понятно так класса ремонт разрушение регенерация энергии ближний бой ближний бой а почему пистолет нарисован искусственного вооруженного министерина а понятно дуэль героев которые специализированы на использовании одиночного оружия в одной руке получает а но это одиночное оружие это я пока не согласен выносливость персонаж один дополнительный пункт здоровья при каждом повышении уровня но это может быть когда-нибудь потом это у нас удары технари это способность увеличивать пункт навыка ремонт системы безопасности и хакерства окей эмпати этот способ добавляет один пункт навыка убеждения а не я знаю что хочу взять я наверное возьму восстановление здоровья буду лечиться так эластичный стиль светового меча сурресу хорошо так здесь я смотрю что-нибудь по козырям я могу безумие выучить в принципе этого на что силовой толчок силовой смерч и силовая волна допустим перенаправление силы это способность силы для джедая возможно отталкивать любую дальнюю атаку без цветового меча в отличии от анализа джедая может также отражать эти атаки назад во врагов эта сила всегда активно обеспечить дополнительную бонус плюс 3 ко всем с броскам отклонения вот это неплохо неплохо я тебе скажу оживление это не то так у меня есть вариант либо я делаю перенаправление силы либо я делаю исцеление либо я делаю безумие блин может попробовать да не нахер 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 давай я лучше сделаю вот отражение вот это принять так хорошо потом мы с тобой со здоровьем разберемся все таки мы не джедаю и как я понимаю сила у нас будет использоваться на излечения гораздо больше чем у джедая ну что там требование светлая сторона писали мне в комментариях что типа это и на темной работаем работает но я помню прекрасно что первой части когда мы играли все кстати баудур подох а в первой части когда мы играли получилось как я используя на темной стороне лечение я терял практически всю энергию весь заряд энергии за один раз так что это ни хера не выгодно сейчас кстати еще и послушница по моему нашу сейчас сдохнет ой оглушение прошло хорош так есть минус пошли спасать о инфопанель подожди стой там инфопанель у меня лежит так взять вещи этот дневник был найден возле полностью обглоданного скелета есть такой есть да одного из сталкеров последняя запись вызывает интерес я прошел в углу панклава дальше всех остальных сталкеров я нашел нетронутую комнату с припасами используя компьютер в энерго распределительной станции я смогу открыть защитную дверь если я смогу найти способ пробраться незамеченным мимо лай греков которые сделали гнездо там то я покинул донтуин богатых а я их всех перебью просто напросто заклинившим ой здорово пацаны а вы с кем вы с кем сражаетесь кстати он еще живой ну давай еще разок оруж слишком много тоже нельзя пошли здесь пройдемся сейчас мины наши соберем так лайк грека пока не трогаем не трогаем не трогаем он у нас на нам не нападал пока и мы его трогать не будем забрал да теперь вот эту забери за поднятие минном вроде тоже дают опыт насколько я помню ну-ка если обезвредить подожди так за поднятие или за обезвреживание я не понял так повысить уровень навыки компьютеры взрывчатка внимательность ремонт давай я тебе ремонт покачаю говорили мне качай кому-нибудь ремонт он тебе понадобится и компьютер а чё так много ему дали внимательность взрывчатка так вот так способности что ты умеешь по способностям так броню мы тебе излечили а вот кстати двуручная двуручная ружина штраф налагаем на атаку персонажа двуручную двустороннее оружие или два оружия я думаю что стоит этого сделать потому что почему потому что он с двумя руками ходит с двумя руками в смысле с двумя этими самыми ты понял с бластерами где за ним используют бластеры бластерных винтовок тогда давай ему вот эту штуку вкачаем она же должна в принципе распространяться и на дальний бой так повысить уровень навыки ты у нас кто ты у нас внимательная и лечительная да внимательная и лечительная ну давай тебе еще лечительная немножко сделаем так ага и вот это добавить искусство ты у нас тоже с двумя оружиями ходишь ну пошли с лайгреком разберемся он по моему кстати застрял а нет отстрял быстро он борода чешется надо ее срезать нахер ой хорош ударила красиво замечательно так это дверь открывается а ну я тогда здесь попробую так доступ к рабочему журналу перезагрузить терминал так успешно перезагрузку инициировано введите время одна секунда а вот оно чё блядь а я не сохранился загрузить последнее сохранение то откуда да да ну брось да не да ну серьезно подожди автосохранение блядь блядь так давай перезагрузить терминал и я делаю 30 секунд так все пацаны отходим 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 у нас 30 секунд на отступление все стоим ждем смотрим как это красиво сейчас взорвется к чертям судя по всему после перезагрузки там будет дверь она наверное откроется и мы туда сможем зайти да это было на 10 секунд взять что-то 30 секунд сильно много подождем давай пока пацанов полечим что-то вот у тебя как-то совсем все плохо вот так вот лучше о все понеслась так все я могу заходить да да вот и дверь открылась конечно же почему бы и нет так вот сумка у нас есть пробойник инфопанель главный техник это рабочий планшет Дергара Честера покойного главного техника анклава джедаев здесь оставлена личная заметка прошло пара недель но никто так и не пришел за мной единственное что я могу предположить анклав был уничтожен на поверхности а я заживо похоронен здесь я пытался использовать инвентарь находившийся рядом чтобы взломать выдавить сварить взорвать эту сраную защитную дверь но все впустую и теперь у меня заканчиваются запасы еды хреново тебе что я могу сказать инчанская легкая броня хорош дай посмотреть так у меня тут броня совета джалшей которая мне дают очень много всего а инчанская легкая броня идея вот так вот так радушки а если я взгляну тогда на бау не бау бау не дау бау 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 не на защиту 7 а так не не интересно и Так, ты, что у нас? Мандалори... О-о-о-о! Да тут вообще хорош. Тут вообще хорош. Так, не, это все хрень. Ладно, здесь у нас пусто. Здесь что есть? Кредиты полтос. Ну, что-то пока не густо, я тебе скажу так. Часть ионная граната. Детали. А где сказано то, что это на поверхность Донтуина вылезет, будет богатый, прям не в рот, компот? За счет компьютерных отмычек, что ли? Или за счет чего? Ремонтный набор. Все? Мандалорский бластер. А вот это что за хрень лежит? Я не могу ее поднять, нет? Так-то отстой вообще, на самом деле. Я думал, тут серьезно что-то будет прям вообще вах-вах. Так, 1-8. Мандалорский бластер 2-9. Ой, а тут как много всего-то. Так, подожди, давай сначала сюда. 3-11. Тяжелый акустический бластер. 1-6. Пистолет подрывника. Ага. Не, ну вот мне вот этот нравится, 3-11. А здесь? Как бы их еще отсортировать? Военный расщепитель. Это понятно, его на винтовка нет. Звуковой бластер сисек. А-а-а-а. Но здесь много всего напихано. 4-7. 1-6. 1-4. Сторожевой бластер. 2-8. 2-9. Давай вот этот пока пос... В смысле ты сбросился? Ты дурак, что ли? Во, вот так вот. Почему сбрасывается? Непонятно. О, хорош. Так, ладно, пошли. Короче, херня, все это, нет чего тут делать. Я F5 жму для того, чтобы сохраниться. У меня еще, знаешь, какой прикол? А-а-а. Запись стоит. Начать запись, остановить запись на кнопочку F9. А F9 здесь загрузка. То есть каждый раз, когда я запускаю запись, у меня идет загрузка последнего сохранения. Это очень неудобно, потому что я сейчас заново начал перепроходить. Дошел до компьютера. А-а-а. Забыл опять сохраниться. Думал сначала запущу запись, потом сохранюсь, нажал F9, и она меня загрузила опять, сволочь, на самое начало, поэтому я два раза попытался пройти. Это, конечно, неудобно. Надо то ли кнопку менять, то ли что-то, что-то надо в себе менять. Ой-ой-ой-ой-ой. А что у вас тут много? Это про это логово было речь, да? То есть это не та нычка, от которой говорилось ранее. Блин, а что-то их тут вообще тьма. Что-то я начинаю бояться. Может мне лучше гранату туда шлить? Швырнуть, пульнуть. Так, я установил мину. Бля, идет один. Идет один. Бейте его, пацаны, пацаны, бьем толпой. Валим. Вы там дальних не зацепите, не агрите. Ой, все, сагри. А, кстати, по одному, точно, по одному будем выцеплять сейчас. По одному тоже как-то хиленько их убиваем. Очень долго. Да, ну попади, серьезно. Так, сейчас пацаны должны получить по уровню, по идее. Посмотрел я за подъем и за обезвреживание мины, нам дают одинаково, по 120 опыта. Поэтому нам лучше, конечно же, поднимать мины, потому что мы их потом сможем, если что, еще и продать. Так, система безопасности, ремонт, компьютеры, взрывчатка, внимательность есть. Способность мы тебе качали, вот это искусство принять. Так, ты, 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 навыки исцеления, способности тебя, вот это искусство принять. Окей. Дальше. Дальше. Эти сейчас пойдут, наверное, техмиссии, да? Ну зачем? Ну почему? Ну как же? Ну ебанно. Ты тут отменить бой. Не ходи никуда. Ну ты-то куда пошел? Ну дебил. Мне сейчас каждому, что ли, из вас? Не, Баун не дура, он, кстати, поумнее будет, он не пошел. А здесь что у нас? Так, компьютерная панель. Допускаю такую вероятность. Ремонт. Есть. Доступ к рабочему, должен доступ к системным командам управления камерой вызвать перенапряжение терминала. На 30 секунд. Так, съебываем, пацаны. Сейчас тех тоже должно покоцать, по идее. Потому что здесь везде стоят. Вот раз, два, три, четыре. Сейчас посмотрим, даст нам это что-то или нет. Но где-то кого-то мы точно с тобой шлепнем. Ииии? Какие же долгие 30 секунд, а? Это что такое? Агрессивный. Поддержка джедая. Укрепленный на месте. Дальний бой. Понятно. Все живы остались. Ну а кой хрен я тратил все это? Детали все... Может мне их как-то надо было сагрить куда-то, нет? Опа, ящичек. Так, продвинутый затенитель обмена. А что за затенитель обмена? Почему я не могу вот эти? Что мне? Смотрите, описание в нем не сможете. А, телосложение надо. Серьезно? Так, здесь у нас рефлексы плюс три. Затенитель обмена дает внимательность, скрытность, ловкость. Так, не надо, спасибо. Блин, но мне все равно с этой толпой придется сейчас меситься. Ну, давай по гранатам пройдемся. Мне же туда надо идти? Ну, надо зачем-то. Не знаю пока, правда, зачем, но зачем-то надо. Так, смотри, я беру вот так вот и ионную гранату туда только чпоньк. А вот этого я непосредственно начинаю бить. Ой, что-то они злобно так бегут на нас. Ой, мне что-то это не нравится. А их что-то ионная граната-то не особо, да, ошибка? Надо было мин напихать, прикинь? Вот так вот мин наставил, кинул гранату, сагрил, и они все на минах прошлись и взорвались. Ну, ладно. Хрен с ним, возьмем грубой силой. А можно ужас в них вселить? Они боятся вообще хоть чего-нибудь? Судя по всему, они должны быть бесстрашными. Да, они ничего не боятся. Ну, не так уж-то страшно. Конечно, послушницы отгребают по полной программе, но... Что пойдет? Так, стояк, блядь. Ну, уже все сагрили. Только ее хоть не бейте, а то мне медпакеты уже жалко просто-напросто использовать на нее. Есть. Так, пошли сюда. Ну, куда ты наебтель? Ну, кто тебя туда... Вау! Хорош! Подожди, тут живые есть. Откуда они тут взялись? Интересно мне знать. Потому что где-то что-то прослушал, где-то что-то забыл. Не дочитал. Пошли пообщаемся с ребят... С ребятушками. Так. Ну, я знаю, куда эта дверь. Опять же, мы за это опыт получаем, насколько я понял. Твое прибытие удачно у меня только что закончилось запасы продовольствия, и я задавался вопросом, какой на вкус мясо Ла и Грека. Ты кто ебать? Я историк и ученый, работающий на республику и последователь науки. Могу я спросить, что привело тебя к этим руинам? Так, я ищу... О, я ищу магистра в руках. Тогда, кажется, у нас подобная цель. Возможно, мы можем извлечь выгоду из информации. Спрашивай, что хочешь. Кажется, я его знаю. Полагаю, что во время ваших странствий по галактике вы повидали очень много людей, а лица имеют обыкновение забываться со временем. Что бы ты еще хотел узнать? Что произошло с джедаями? Не, для меня это тайна. Затем было и... Зачем было изгонять самих себя? Это не правило джедаев исчезать таким вот образом, особенно, когда они были так нужны республике. Я боюсь, что мы здесь имеем дело с чем-то иным, что-то, чего мы не видим. А тогда снова, возможно, джедаи скрываются просто, потому что так много людей ненавидят их в наши дни. Как думаешь, почему люди ненавидят их? Иногда для джедаев очень сложно увидеть такие события, корнями уходящие в человеческую природу, и джедаи часто устранялись от таких жизненных событий, изолировались. Но причина, по которой гражданская война джедаев получила свое название, это то, что немногие в галактике видели разницу между ситхами и джедаями. Для них оба ордена были джедаи с разными философиями. Так. Я хочу поговорить о чем-то другом. Что еще? Расскажи мне о республике, почему ты работаешь на республику. Я пытаюсь спасти эту республику, дон туину орден джедаев, только инструменты для этой работы. Несмотря на последствия джедайской междоусобицы, у республики есть те, кто до сих пор уважает джедаев и желает их возвращения. А еще на флоте есть адмиралы, которые понимают, что республика не выживет, если джедаи не будут найдены. Не понял. Крашнулась у меня игра по какой-то причине, когда спрашиваешь про республику. Ладно, продолжим. Почему Телос и Андерон? Республика в данный момент очень неустойчива. Телос важен, потому что его успех определит, сможет ли мертвые миры получить прохождение таких как... Ага. Если Телос умеет перестроить и вновь заселить его, это повлияет на ряд миров всего кольца. А Андерон? Хотя это и странно, Андерон не успела задеть Галактическая война джедаев, похоже... А, Гражданская война джедаев, похоже на то, что Реван просто не хотел его атаковать. Просто его расположение и ресурсы в кольце делают его жизненно важной точкой. И Аван постом против атак из внешнего кольца. А также это единственный мир в республике, который все еще приходит для рассадки экосистем и другие... В другие мертвые миры, дикая жизнь наиболее агрессивна во всей известной галактике. Только поместив некоторых таких зверей в целевые миры, будет гарантировать... Чё? Будет гарантировать их заселение на многие годы вперед. Так, хорошо. А почему Донтуин так важен? Донтуин был одним из немногих миров на внешнем кольце республики. Вот почему республика пытается обустроить заселение как нельзя лучше. Донтуин находится в пределах нескольких других миров кольца. И республике он понадобится как пункт для заправки, если они все еще останутся на кольце. Так, хорошо, мне пора идти. Пока ты еще не ушел, у меня есть к тебе вопрос. Ты пришел на Донтуин в поиски джедаев. Почему? Я ебу. Потому что они должны ответить за то, что сделали со мной. Какие ответы ты ищешь? Насколько я знаю, эти джедаи редко отвечают на такие вопросы. Или просто не договаривают. А я ищу то, что приведет меня к Ситхам. Если ситхи вновь восстают в этой галактике, тогда было бы странно, если бы джедаи не были бы там, чтобы встретить их. А больше никаких доказатель ситхов мы не видели. Так, поверь мне, ситхов там. Они стали преследовать меня еще с Пирагуса. Нет, я тебе верю. Вряд ли можно считать такие тонкосты среди ситхов странами. Уже давно известно, что они практикуют обман, но в истории еще со временем темных лордов Куна и Гвель Дрома и Ревана и Малак такие тонкости давно стали редкостью. Я возвращаюсь в Кунду и буду ожидать следующий транспорт. И вы можете найти меня там, если у тебя будут вопросы. Да нет у меня к тебе вопросов. Ты какой-то скучный, неинтересный. Что тут есть? Оу, три мертвых наемника лежат здесь и тут же следы боя. Каждый наемник несет на себе отпечаток того, что он был убит световым мечом. Опа. Погоди. Так, вот этот пиздю, который мы только что отпустили, он, наверное, джедай? Козырек прицеливания, инфопаноль приказ... Ага. Эти данные содержат приказ от Аскула, лидера наемников на Донтуине. В рук появился в Анклаве 1. Возьми отряд и захвати джедая живым. Приведите его в наши пещеры для дальнейшей доставки. Так, это в рук и есть. Хорош. У нас на его... Это в рук и есть. Серьезно, я тебе говорю, честно отвечаю. Это в рук, по-любому. По-любому это в рук. Что я нашел? Козырек прицеливания неинтересно. Понятно, ничего интересного нет. Ф5. Надо сохраняться почаще. Что-то и сегодня игра то крошится, то еще что-нибудь, то я дурак. Так, пошли, забьем гада. Мы вроде как прошли через ихнее гнездо. То есть я понимаю, что это было ихнее гнездо. И где-то там впереди нас должна ждать бешеная, прямо-таки, награда. Очень хочется, по крайней мере, на это рассчитывать. Это тебе научит. Это тебе научит. Это тебе научит. Он, по-моему, говорит, это тебя научит. Научит чему? Где? Вот так вот. Да, с меткостью нашего персонажа не особо лады. Как я понимаю, ловкость отвечает у нас за попадание. Ловкость у нас уже и так 18. Это много или мало? Не представляю даже. Но не мало точно. Есть. Кто-то забейте его уже. Ага. А здесь нам что пишут? Петерите меня отсредить. Ну, ну, ты нашел фпс, приказанному на поимку врука. Ну, это я знаю. Да, это он был по-любому. Это он врук и есть. Вот я тебе сто процентов говорю, что он врук. И он нам врет. Врук нам врет. Прикинь. Нагло запиздел и ушел. Тут был дурк классный. Прикольно. Мне нам нравится, как его рука сделана. Получше, чем у зимнего солдата будет. Так, я вижу здесь мину. Я ее, пожалуй, заберу. Лишние 120 опыта лишними не будут. Так, а пойду я, наверное, в заднюю дверь схожу. Склад, станция, переключение питания. Ну, там мы уже были с тобой. Ага, забрал. Так, пошли сюда. Отстань от меня. Так, открываем. О, хорош. Секретутки. Так, сломанный дроид. А дроид, а где? Ага. Что-то еще у нас есть. Так, еще один сломанный дроид. Так, хорош. Большой шкаф, откройся. Детали. Так, верстак. Мне не нужен пока верстак. Так, большой шкаф еще один. Стой, да нет, нет. Блядь, пришлось потратить случайно. Так. Вызвать перезагрузку терминала. Зачем? Посмотреть журнал. Так, мне подошли управление камерами. Нет, давай перезагрузку терминала сделаем. А куда мне здесь бежать? Ф-5. Блин, надо было до этого делать. А зачем я терминал здесь перезагрузил? Серьезно. Чтобы дроидов секретарей делать? Реактивировать. Настроить дроида на режим встретить и приветствовать. Да нахер нам нужен? Шесть деталек еще, нифига себе. Так, ладно, пошли тогда. Не, давай посмотрим. Ой, три с того опыта дали. Хорош. А почему не все подохли? Ладно. Хрен бы с ними. Здесь. Вот так вот. Отходите, пацаны, сейчас рванет. Так, здесь нас должен, да. Другалек нас ждет, встречает. Идешь сюда. Привет, братишка, лайгрек. Лайгрек. Или лайгрек. Ну, не суть. Короче, таракан. Нет, таракан это джианазийцы. А тебе надо что-нибудь другое придумать. Блин, а это что-то под уровень-то, анклава. Он вообще здоровый, походу, да? А, не, мы это уже получается. Не понял немножко. Ну да, мы почти по кругу прошли. Может, даже успеем за сегодня пройти как раз таки весь. Потому что чего-то здесь вот реально вообще такого хорошего я ничего не могу найти. Лайгрек есть, да. А прям какой-то шмот классный. Что-то как-то не встречается, не попадается. Опа. Труп сталкера, еще один. Так, вы нашли завещание у этого сталкера. Там написано, что все, что ему принадлежит, должно быть оставлено другому мертвому сталкеру, которому найдете. А Дараала очень хочет получить тела и завещание погибших сталкеров. Вы можете подделать завещание так, чтобы все имущество сталкера перешло вам. Подделать завещание, конечно же. Эта панель дальних содержит завещание мертвого сталкера. Оно неразборчиво написано. Оно показывает, что если он умрет, то все его имущества переходят другому сталкеру, который рисковал на подуровнях вместе с ним. Теперь оно говорит, что все его имущества должны перейти к вам. Ну, отлично. Ой, здорово, смотри, приныкался. Ой, ты-ты-ты тварь. Приныкался, главное, думает, я его не замечу. Ага. У меня внимательность прокачана. А, не, подожди, у меня не прокачана. Прокачана у Бауни дура. У него внимательность вроде прокачана. Хотелось за угла нам, прикинь, всадить. Ничего не выйдет. Почему мне темных очков не дали за подделку, завещание? Или за это только срок дают? Чё, темных очков не дают? Сколько? Бот, условно? Чё, чего там нет? Ты дурак, что ли? Ты чё, мину разучился подбирать? Олень, блядь. Ага, здесь у нас ничего нет. Я понял. Ну да, это мы по кругу, короче, просто сейчас пройдемся. Чё, пару лайгреков найдём. Лайтовеньких. Так, вот один. Ты идёшь ко мне сражаться? Да, ты идёшь. Так, я беру сильный удар, я беру град ударов. И разделываю эту тварь. Так, всё, готово. Запертая дверь. Там кто-нибудь есть? Кто-нибудь? Помогите, лайгреки везде. Помоги мне, я попал в ловушку. А-а-а, лайгреки в этой зоне мертвы. Ты, наверное, умеешь обращаться с бластером. Дайте мне одну минутку, я разберусь с дверями. Не уходите только. А почему солгать? Я же реально всех раздолбил. Ты кто? Чё? А куда ты пошёл, дебил? А я чё? Я тут при чём вообще? Кто это был? Так, получим линза Бирозиса, линза сияющего самоцвета, кристалл жёлтый. Да подожди, это же чтобы меч собрать. Хорош. Так у меня всё, есть всё, чтобы меч собрать. Делов-то. А я чё, виноват что ли, что он умер? Я ни в чём не виноват, я ничего не знаю. Так, а где? Так, слышь, Баудур, ты мне говорил, что ты мне меч соберёшься. В самом деле, ты обязан называть меня генералом, прекрати название меня, я хотел выяснить, чем ты занимался по семье, я просто хотел с тобой поговорить. А-а-а-а... У меня есть все части твоего меча? Посмотрим, что у тебя есть. Нет, всё ещё не хватает имитирующей матрицы и линзы. А-а-а, как это имитирующей матрицы и линзы? Нет, ты серьёзно? Ты дурак, что ли, Бау не дур? Прекрати. Расходники, наверное. Нет. Оружие. Ну-надо. Так, это тоже не оружие. Разное. А вот, кристалл жёлтый есть. Мало-осколочная мина, средняя. Ашка, синтезаторная синтезаторная сияющая самоцвета. Да, слушай, получается не всё ещё есть. Бленский. Я уже думал, световой меч себе тут соберём. А нет. И вот пацаны живые. А спрашивается, смотри, он вышел к нам. Стоял рядом с нами. Рядом с нами были все лайгреки перебиты. Какого хрена он куда-то пошёл и нарвался на лайгреков? Он что, дурак, что ли? Чё, ему рядом не стоялось? Так, а вот синтезирует линза кунды. А что ещё мне надо? Слышь, ты, Баудур. Так, а поговорить с этого меча? А, не, имитирующая ман... 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 Ой, хорош. Ещё одно помещение, где я не был. И получается всё. Мы под уровень полностью прошли. Да. Да, мы всё, мы всё прошли. Красава. Так, ну пошли тогда F5. И пошли тогда... А вы кто такие? Я вас не звал. Выдержал опасности под уровнем. Имеешь много историй и артефактов. Много неожиданностей для меня и партнёров. А теперь у меня есть не только ценный трофей, но и целое состояние. Не надо всё усложнять. Твоя смерть может быть безболезненной. Боюсь, что твоя смерть ничего не даст. Так это и есть твоя угроза? Я должен почувствовать страх или что? Мы знаем джедаев и их способ действия. А теперь джедай, мы будем сражаться. Я не джедай, заебёте! На! Всё, не понравилось? Я ж сказал, я не джедай, мне пофигу. Я буду драться не самыми честными способами. Я буду гранатами закидывать, бить по яйцам, тыкать в глаза, выдирать волосы. Мне плевать. Арканианская младшая, да? Ага, ещё есть чё? Всё? Да, быстро пацаны сдулись. Быстро сдулись пацаны. Ну ничего, я, кстати, вовремя так сохранился. А вот, кстати, сейчас ещё раз сохранюсь. Прикинь. Так, а где? Я хочу завещание быстренько получить и... А, подожди, стой. Это я, получается, здесь был, на подуровень анклава. А там ещё один есть с той стороны? Или что? Вот там, где звери. А ну, пойдём посмотрим. У нас гончая карта. Мы уже с ними сражались ещё в первой части. Учитывая, их тут много. Они больно бьют. Завыли, блядь. Не войте. Ну, давай, 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 давай. Блин, а ХП у них, кстати, дофига и больше, я посмотрю. Бьют-то они не сильно. Но здоровья у них много. Там вообще что-то есть? Да, там вроде дверь какая-то. Да их нереально забомбить, вы чё? Может, ужас в них вселить? Ну? Да, ну смотри, на одного сработало. Ну, что толку? Это же парализует, это не убивает их. Так, подожди, братишка. Ну-ка, давай, отойдём. И... Вот так вот. Ну, такое себе, конечно. Очень живучие гады. Очень живучие гады. Не ори на меня. Не ори, я тебе сказал. Хрюкать, кстати, как свинья. Вы чё такие живучие, серьёзно? Вот если бы у них был бы ещё дамаг нормальный, я бы тогда вообще офигел. Так, что у нас? Критический, град ударов, мощный удар. После мощного удара идёт критический, потом опять град ударов, потом опять мощный удар. Не, я больше не хочу с ними сражаться. Ну нафиг. Очень, очень крепкие. Прямо танки какие-то. Смотри, половину здоровья у меня отняли ведь. Наконец-то. Так, а это ещё не все, да? Ещё одна мелкая. Ну давай побыреку запинаем и посмотрим, куда эта дверь ведёт. А, здесь нет двери? Нет, есть дверь. Так, вы пока бейте, я посмотрю, куда эта дверь ведёт. Cave it endure? Чё? А перевести не могли, что ли? Хе-хе-хе. Cave it endure. Всё, отлично. Э-э-э, F5-ушка, сохраняемся. В Cave it endure мы пойдём уже, наверное, в следующей серии, поэтому если тебе интересненько, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрела, да пребудет с тобой сила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!